Я от всего сердца приветствую вас на новом выпуске программы «Церковь Ковчег». Иисусу пришлось иметь дело со множеством вопросов, которые ему задали его противники, чтобы его искусить. Когда же он ответил на все, так и не угодив в их ловушку, они пришли в замешательство. И тогда Иисус задал им сам вопрос. Как могут книжники утверждать, что Христос — это сын Давидов? Так считали тогда люди. Что-то в этом утверждении не стыковалось. Или же он хотел им показать нечто другое? Что мы можем узнать об Иисусе из этой истории, вы узнаете сейчас. Здравствуйте, дорогие прихожане! Вы слышите Слово Божие? Да, это прекрасно. Давайте сейчас встанем и откроем Евангелие от Марка, а именно 12 главу. Сначала мы прочитаем 35 стих и далее 36. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь, Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Аминь». Пожалуйста, можете присаживаться. Давайте еще раз вспомним. Вы знаете, что все эти события начали разворачиваться за неделю до распятия Иисуса. То есть все это произошло на неделе, когда Его распяли. Сначала к Нему подошли иродиане и фарисеи, затем саддуки задали Ему каверзный вопрос. Но Иисус отвечал на все эти вопросы с достоинством и силой. Последним к Иисусу подошел книжник и спросил, какая из заповедей важнее всего. После того, как Ему задали все эти вопросы, Иисус с Божьей мудростью просто обезоруживающе ответил на них в Евангелии от Марка. Тут говорится так. После того, никто уже не смел спрашивать Его. И что же сделал Господь после этого? Больше никаких вопросов не было. Все молчали. Тогда Слово взял сам Господь. И сам задал вопрос. Тому множество людей, что были в храме, а храм был просто переполнен людьми. И Иисус спросил всех, кто был там, а там были книжники и фарисеи и простой народ. Вот какой вопрос Он им задал. Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Представьте себе, как громко сказал эти слова Господь. Он произнес их гораздо громче меня, ибо Он находился в огромном зале без микрофона и обращался ко множеству людей. Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. И тут книжники навострили уши. Другими словами, Он спросил, как говорят книжники, что грядущий Мессия – это сын Давидов. Откуда они это взяли? А вот что Он сказал. А говорили они так потому, что верили в то, что грядущий Мессия будет сыном Давидовым. Это было общепринятое учение. Каждый тогда верил, что грядущего Мессию пошлет к ним Бог, и что это будет помазанный Христос. Мессия – это еврейское название Христа помазанного. Разумеется, книжники и вообще все иудеи верили, что этот сын Давидов будет всего лишь человеком. Но это, разумеется, будет очень особенный человек. Это будет второй Давид, который вернет царство Израильское к тем же величию, силе и процветанию, каких добился в свое время отец Давид. И по сей день все евреи, верящие в Мессию, имеют такое представление. А именно, что однажды придет человек из рода Давидова, и это будет некий особенный потомок человеческий, и будет он потомком Давида. То есть они ожидали какого-то властного политика, а не спасителя, заботящегося о душах отдельных людей. Они не ожидали, что Мессия станет Богом в человеческом обличии. Вот почему это, разумеется, и привело к прямой конфронтации, когда Иисус сказал, что Он Мессия и одновременно Сын Божий. Когда, например, Он говорил, «Видевший Меня, видел Отца», или «Я и Отец одну», для иудеев такие слова звучали как самое ужасное богохульство. «Что несет этот человек?» Ведь мы верим, что у нашего знаменитого Отца и Царя Давида будет великий потомок, и он в какой-то степени станет нашим Спасителем. Но больше в политическом смысле, чем в духовном, говорили они. И тогда Иисус и задал им свой вопрос. «Как говорят книжники, что Христос, то есть Мессия, есть Сын Давидов?» Этими словами Он поставил перед людьми в храме, а также перед религиозными лидерами. Буквально следующий вопрос. А действительно ли они правильно понимают Ветхий Завет? Вот, неужели Священное Писание и в самом деле обещало, что Мессией будет обычный человек? Он сказал, «Послушайте, дорогие мои друзья, находящиеся в этом храме, вы же верите в Ветхий Завет, а в Ветхом Завете сказано, что да, к вам придет Сын Давидов. Вы думаете, что он будет человеком? Но разве только это сказано в Ветхом Завете? Давайте еще раз внимательно прочитаем книгу, в которую вы верите. Давайте еще раз посмотрим, что же там написано. Вы читали Библию вообще?» Он спросил так, а затем добавил, «Вы все говорите, что верите в Библию, Моисея и пророков. Но внимательно ли вы считали все эти книги?» Ой, такая проблема существует и сегодня. Многие говорят, «Мы верим в Библию». Мы говорим, «Да, Благой Вести». Мы христиане, но если мы присмотримся, то увидим, что они имеют в виду совершенно иную Благую Весть, которой Благой Вестью-то не является. Они думают, что это Благая Весть, но записанная Благая Весть — это нечто другое. И сегодня мы хотим посоветовать многим людям, посоветовать нашим христианским друзьям еще раз внимательно почитать Библию и посмотреть, что Библия понимает под Благой Вестью, что там на самом деле сказано. Это касается и тогдашних времен, и нынешних. Поэтому сегодня давайте немного отступим от истории Иисуса и посмотрим на Библию так, будто мы никогда ее не читали. И тогда мы увидим, что на самом деле Ветхий Завет говорит о Мессии и что он говорит о Христе. Давайте сейчас вместе с Иисусом перейдем к 109-му псалму. Иисус в Своем обращении цитирует 109-й псалом. А 109-й псалом — это самый известный мессианский псалом. Этот псалом особо превозносился иудеями, потому что там очень выразительно сообщается о грядущем Мессии. Иисус сказал людям в храме, давайте сейчас обратимся к этому псалму, к этому столь любимому вами псалму. Именно так учил он тогда в храме. И вот что сказано в 109-м псалме, псалом Давида. Сказал Господь, Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Что же хотел этими словами показать своим слушателям в храме и нам Иисус? Он сам сообщает нам об этом в Евангелии от Марка. Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь, Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И во-первых, здесь Иисус подтверждает, что этот псалом был написан Давидом. Он говорит, Да, дорогие иудеи, вы правы. Ваш любимый псалом был написан царем Давидом. Но в этом отрывке Иисус подтверждает не только то, что этот псалом был написан Давидом, но и то, что этот псалом был послан Давиду Святым Духом. Ведь Иисус говорит, ибо сам Давид сказал Духом Святым. И это просто великие слова. В них мы увидим указания на то, что сам Иисус верил в то, что Священное Писание было полностью вдохновлено Богом. Он подтвердил то, что сам Давид сказал о своих псалмах незадолго до своей смерти. Эти слова мы можем найти во Второй книге царств. «Дух Господень говорит во мне», сказал Давид, незадолго до своей смерти. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». То есть Давид верил в то, что его великолепная лирика в буквальном смысле была вдохновлена Богом. И Иисус подтвердил это в Слове Божьем. Он подтверждает это во Втором послании Петра. «Эти слова знают все, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Аналогичные слова были написаны и Павлом во Втором послании к Тимофею. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». А в нашем сегодняшнем отрывке мы видим, что никто иной, как сам Иисус, верил в божественное вдохновение Библии. Он сказал так. «Ибо сам Давид сказал Духом Святым». Он провозгласил эти слова в храме. Это сказал сам Давид Духом Святым, провозгласил Иисус. Если уж сам Иисус говорил такое, если уж и он, дорогие прихожане, тоже верил в то, что библейские тексты были вдохновлены Богом, «Почему я должен верить в обратное?» Да чего же наивным нужно быть, чтобы следовать тому, что говорят эти современные, новоявленные, либеральные богословы? Если Иисус Христос, учитель всех учителей, верил в то, что Давид говорил Святым Духом, а вы верите, что Давид говорил Святым Духом? Дославится имя Господне! Иисус тоже в это верил. Всегда помните, дорогие друзья, когда вы берете Библию в руки, тогда у вас в руках оказывается книга книг, тогда у вас в руках оказывается книга всех книг, которую сам Бог Святым Духом послал людям и лично контролировал этот процесс. Когда вы читаете Библию, вы читаете то, что на самом деле говорил Бог живой. Поэтому после каждого прочтения Библии вы можете со всей серьезностью говорить, так говорит Господь. Иисус сказал, слова Давида, его псалмы, как, например, 109-й псалом, были посланы Давиду Святым Духом. Что же ответили ему, его слушатели? Они ответили, да, мы тоже верим в это, учитель, мы верим в это, и эти слова были сказаны сыном Давидовым, грядущим Мессией. Поскольку Иисус верил в то, что Писание в буквальном смысле было вдохновлено Богом, он хотел, чтобы его слушатели обращали внимание на каждое слово, сказанное Давидом. 109-й псалом считался одним из самых важных мессианских псалмов в Израиле, и вот Иисус сказал им, что они должны внимательнее и тщательнее прочесть о том, что сказано в этом псалме о грядущем Христе. Так что же такого там сказано? Во-первых, там сказано, что Бог превозносит Мессию такими словами. «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». А во-вторых, слушайте внимательно, во-вторых, Давид говорит, что этот грядущий Мессия — это его Господь. Давид Духом Святым сказал, что этот грядущий Мессия придет не только из его земель, не только будет иметь его гены и быть его потомком, но и будет его Господом. Мессия Христос — это сын Давидов. И да, все это правда, но он также и Господь Давидов. Давид называет его своим Господом, подчеркивая, что Мессия не будет только его потомком, но и его Господом, которому он служит. Какой отец назовет своего сына «мой господин»? Например, «мой сын Кристиан» — это «мой начальник», но он точно не «мой господин». здесь речь идет об Иисусе. Иисус объясняет нам здесь, что это означает с опорой на 109-й псалом. Какой отец назовет своего сына «мой господин»?» Это совершенно неестественно. Но Давид все равно это делает. Он называет своего будущего сына своим Господом не по ошибке, а по вдохновению Духа Святого. В Евангелии от Марка сказано следующее. Сам Давид называет Его Господом. Чему же Иисус учил фарисеев, книжников и всех людей, находящихся в храме? Они должны были обратиться к своим любимым древним писаниям, которые, как они считали, были вдохновлены Богом, и признать, что грядущий Мессия — это не только сын Давидов в целесном смысле, но и сын Божий. Поскольку Давид уже тогда распознал это в Святом Духе, он назвал своего будущего потомка и сына Господом. При этом сам Давид признавал, грядущий Мессия исходит от меня. Да, это так. С точки зрения людей, он был сыном Давидовым, но все же он превыше меня. Он Господь и он Бог. Бывшие в храме люди удивились таким словам. Иисус прочитал им столь любимый имя Псалом, и он сказал, смотрите-ка, что сказано в самом первом стихе этого Псалма, что сказал ваш отец Давид, кто этот Мессия? Мой Господь, мой Бог. Я думаю, что после этих слов воцарилось полное молчание. Мы не видели этого раньше. Об этом нам не рассказывал ни один из фарисеев. Но об этом говорится в Библии. Наверняка они шептали друг другу нечто подобное. И вы прекрасно знаете, что было двумя днями позже. И вот еще интересная деталь. Далее в 37-м стихе мы видим просто прекрасное предложение. Там рассказывается, что произошло после того, как они услышали эти слова. А вот что пишет об этом Марк. И множество народа слушало его с усложжением. Такого они никогда прежде не слышали. Скорее всего, они знали 109-й псалом наизусть. Сказал Господь Господу моему. Но они никогда не обращали внимания на то, что же там сказано. Дорогие прихожане, я ощущаю то же самое, когда проповедники учат меня понимать Священное Писание. Если они разбирают тексты, которые так и не были поняты мной, а затем показывают мне, как следует понимать эти слова с точки зрения Священного Писания, и с опорой на него я тоже слушаю их с усложжением. Надеюсь, вы верите в это. Просто замечательно послушать какую-нибудь проповедь из интернета или послушать одну из проповедей, прочитанную нашими братьями. Пасторы открывают нам Писание. Из их уст буквально стремится истинным. Они основывают свои проповеди на Библии, и благодаря их объяснениям нам становится все понятно. И тогда мы тоже можем сказать, и большинство народа слушало его с услаждением. Поэтому просто прекрасно, когда мы задумываемся над Словом Божьим. Тогда к нам приходит услаждение. Что же имел в виду Иисус? А то, что однажды так будет во всех молитвенных домах и церквях. Если бы пасторы не говорили так много посторонних вещей, а отдавали все свое сердце верному толкованию Писания, их церкви слушали бы их с услаждением. Люди бы ощущали огромную благодарность по отношению к пасторам и снова и снова возвращались бы в церкви. Часто люди приходят в церковь и говорят, «Я заранее прочитал текст, который мы будем обсуждать сегодня на проповеди». А потом они внимательно следят за проповедью и с интересом слушают, что говорит пастор. И тогда в церкви ощущается радость, ликование и благодарность. Там ощущается жизнь. Изложить Слово Божие, учить Слово Божие, понимать его и постигать его — это и есть радость, дорогие мои. Если бы все было так, то тогда наши церкви были бы похожи на учеников Эземаусе, которые, рассказывая друг другу о своей встрече с Иисусом, говорили, «Не горело ли в нас сердце наше?» Но почему же у них горели сердца? Что же с ними произошло? Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Кто из вас хоть раз радовался, когда вам изъясняли Священное Писание? Вот что сказано в 118-м Псалме. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль, это все равно, что выиграть, например, золото, и это гораздо дороже золота, это просто великолепно. Так пускай Бог пошлет нам проповеди, которые открывают нам Священное Писание, все остальное нам просто не нужно. Иисус — это Господь и Бог. Мы должны провозглашать это послание людям. Но важна также и конкретная помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Основываясь на этом, наша Церковь оказывает на многих континентах нашей планеты помощь, в том числе и на Ближнем Востоке. Сейчас мы покажем вам небольшой сюжет о наших проектах в Израиле. Посмотрите, пожалуйста. Во время своей миссионерской поездки в Израиль пастор Кристиан Вегерт со своей командой посетил партнера нашей Церкви Церковь Слава и Истина. Кристиан Вегерт провозгласил там Слово Божие. Ибо первая заповедь гласит «Я Господь Бог Твой». «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Каждое воскресенье здесь проводится богослужение с целью познакомить иудеев с благою вестью. Особое внимание уделяется пережившим Холокост выходцам из Советского Союза. Эти люди пережили большие страдания. Многие из их родственников погибли в концлагерях. Сегодня большинство из них ведет уединенную жизнь. Они одиноки и бедны. Один раз в месяц Церковь Слава и Истина устраивает благотворительный обед для переживших Холокост людей, которые могут посетить до 500 человек. Пастор Давид Садок рассказал гостям этого обеда о чудесных Божьих обещаниях, связанных с Иисусом Христом. Пастор Кристиан Вейгард с радостью пообщался с этими людьми и услышал несколько трагических историй. Также для этих людей регулярно устраиваются экскурсии. В этот раз делегация Церкви Ковчег поехала вместе с ними. Сейчас мы с пережившими Холокост людьми отправимся в небольшое путешествие. Это будет однодневная экскурсия, организованная Церковью слава и истина. И наша Церковь помогла им в организации этой экскурсии. В рамках экскурсии по особым Божьим местам эти люди также прослушали небольшую проповедь от евангелиста Эдзи. Поскольку большинство из этих людей плохо знает иврит, он прочел им ее на их родном русском языке. Мы в Церкви Ковчег очень рады, что можем материально поддержать этот проект. Помогите нам подарить надежду проживающим в Израиле людям, которые пережили Холокост. участие и забота о бедных и испытывающих нужду людях являются выражением истинной веры. Мы от всего сердца благодарим тех, кто помогает нам дарить надежду и обеспечивать хорошее будущее людям по всему миру. в истинной программой вам понравилось или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. Продолжение следует...